Утренняя зарядка на свежем воздухе придает бодрости и сил, улучшает настроение. Это лучшее начало нового дня. Именно такой зарядкой решила отметить спортивная школа «Мастер» свое десятилетие. Поздравить спортсменов с большим праздником собрались почетные гости, среди которых двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, глава Артема Вячеслав Квон, председатель Думы Анатолий Бадль, председатель законодательного собрания Александр Оролик, генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Осунг Хван и другие официальные лица. На зарядку приехали воспитанники школы и уже состоявшиеся спортсмены. Со словами приветствия к собравшимся обратился глава городского округа Вячеслав Квон, который стоял у истоков создания спортивной школы «Мастер». Я с большим удовольствием поздравляю всех с этим праздником. Действительно, сегодня для нашего города очень значимый день. Спортивный клуб «Мастер» — это не просто спорт, это не просто самбо, это сила духа, это активная жизненная позиция. И сегодня спортивный клуб «Мастер» — он внес свое имя в историю спорта Приморского края. Среди ваших воспитанников есть чемпионы, призеры соревнований различного уровня, в том числе и международных. И поэтому такое мероприятие не могло остаться в стороне от людей, которые имеют непосредственное отношение к спорту, которые формируют политику спорта нашей страны. Затем глава Артема передал слово Вячеславу Фетисову. Для меня большая честь, ребят, быть здесь сегодня на вашем празднике. Поздравляю с десятилетием. Ничто не может объединять людей, как вот спорт. А если связано с семейным спортом, то это вообще удивительная атмосфера. Я вспоминаю свое детство. Вот на стадионе, каждые выходные, вот так люди собирались для того, чтобы пообщаться, посоревноваться, посмотреть друг другу в глаза, почувствовать себя командой. Не случайно в вашем гимне, который прозвучал сегодня в самом начале, слово «команда», слово «семья» и очень важно слово «традиции» и все, что связано с культурой. То есть мы говорим, что сегодня спорт – это не только голые очки и секунды, а это воспитание, это единение, это профилактика всем вызовам улицы. Но это радость. Это то, что сегодня является мировым трендом. Поэтому очень приятно, что здесь семья, и я благодарен родителям, что они приводят своих мальчишек и девчонок на стадион. Ничего плохого здесь одни для себя не найдут, только хорошую. Поэтому еще раз с праздником, благодарности организаторам, губернатору, который думает о том, чтобы создать максимально удобные современные условия для занятия спортом. Любите спорт, дружите со спортом, а мы будем все делать, чтобы радоваться вашим победам, вашим успехам и все, что связано со здоровым образом жизни, с перспективой. Ура! В торжественной обстановке Вячеслав Фетисов вручил удостоверение мастера спорта по дзюдо, воспитаннице спортивной школы «Мастер» Наталье Захаровой, а также заслуженную награду президенту школы Алексею Писаренко. Почетную грамоту губернатора Приморского края за многолетнюю добросовестную работу, высокие профессиональные достижения и вклад в развитие физической культуры и спорта в Приморском крае Писаренко Алексею Александровичу. Воспитанников и родителей, весь тренерский состав школы «Мастер» тепло поздравил председатель законодательного собрания Александр Ролик. Он отметил, что все 10 лет коллектив школы занимается важным делом, помогает ребятам быть сильными, верить в себя, добиваться побед в самых сложных соревнованиях. Я думаю, что спорт в Артеме как развивался, так и будет развиваться. Он будет пополняться новыми достижениями. И, конечно, то, что сегодня самбо является ключевым звеном в этих достижениях, мы все этим очень довольны, очень радуемся. Потому что самбо, это фактически у нас в Приморском крае, стал национальным видом спорта. Имена наших спортсменов, тренеров, они известны далеко за пределами Приморского края. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто сегодня продолжает добрые традиции самбо и делает все, чтобы этот спорт и дальше у нас развивался. Дорогие друзья, с праздником новых побед и силы духа! Также спортсменов поздравил генеральный консул Республики Корея во Владивостоке О. Сунг Хван. Он поблагодарил за приглашение на праздник и выразил надежду на плодотворное спортивное сотрудничество между Россией и Республикой Корея. После торжественной части и награждений тренерского состава началась зарядка, а затем и спортивная эстафета. Как настроение? Отлично! А что вы здесь будете делать? Нарядку, маршировать. С днем рождения, мастер! Ура! Венослию стало лучше. Ну и стало это... Песня? Все бегать начали. Ну и настроение ставишь. Как дела твои? Отлично! Все хорошо, да. Тоже хочется, чтобы поскорее эстафета началась. На протяжении всего масштабного спортивного праздника виновники торжества принимали искренние дружеские поздравления. Значимость события отметил депутат краевого парламента Игорь Чемерис. Это первый юбилей. Я хотел с ним искренне поздравить, притом поздравить наш город. Хотел поздравить тренеров, хотел поздравить спортсменов и, конечно же, родителей. Потому что за каждым маленьким спортсменом стоит папа, мама и первый тренер. Это огромная радость, потому что за 10 лет, это как, знаете, сегодня отдать ребенка в первый класс, завтра прийти на выпускной. Такая же история и здесь. С одной стороны, небольшой отрезок, с другой стороны, он очень значимый. Потому что большое количество детей приобщились к спорту, стали разрядниками, кандидатами в мастерами спорта, чемпионами. И я бы хотел им пожелать удачи, успехов, выдержки, потому что это огромный труд, огромный труд большого количества людей. И чтобы география самбо в Приморском крае, она еще больше расширялась. Сегодня филиалы школы «Мастер» работают в семи муниципальных образованиях края. В 13 спортивных залах занимается свыше полутора тысяч воспитанников от 4 до 30 лет. У меня лозунг в жизни никогда не останавливается на достигнутом. Каждый день надо ставить новые цели, задачи, достигать их. И когда 10 лет назад мы с Владимиром Михайловичем Новиковым договорились о том, что мы откроем отделение самбо, я, конечно, и даже не мог мечтать о том, насколько будет огромное именно в территориальном расположении по Приморскому краю спортивная школа «Мастер». Поэтому я доволен результатом. Опять не останавливаюсь на достигнутом. Уже есть новые планы, стратегия дальнейшего развития нашего национального вида спорта самбо и борьбы дзюдо. Я горжусь своими воспитанниками. Их уже знают не только на всероссийской, но и на международной арене. И это огромный труд. Огромный труд всей нашей команды чемпионов. В 2019 году спортсмены школы приняли участие в 187 соревнованиях местного и международного уровней, где завоевали 852 золотых, 604 серебряных и 226 бронзовых медалей разной пробы. Ура!